надеюсь вы чай попили и мы продолжаем время в 2206 были другие дела но мы сегодня должны закончить это видео и два видео я должен выложить на виду кроме этого одно видео на youtube шорт шаблоны строку внутри другой шаблонной строки чтобы создать динамические шаблоны вообще создавали и динамический шаблон они не имеют ввиду единственным напоминает то есть через джейс создать prompt это когда вы обновляете страницу нажимаете кнопку и сверху пускает сообщение о том что вам нужно ввести какое-то значение там число буквы и так далее вот это я понимаю динамически а что они здесь имеют ввиду давайте все-таки мы сразу посмотрим учат бота что он имеет ввиду потому что я честно пока не понимаю так я забыл бы переключить мы че страшно включится я включился обновляем страницу я думаю я надеюсь то что минут 15-20 займем займут наш у нас эти три задания я думаю измечал динамии и сперва да поэтому помоги задание это поспорком что он скажет и меня пора самому интересам стало каким образом это должно работать так у нас появился массив пользователь для каль для каждого пользователя мы создадим приветствие тихо не растать дайте приветственное сообщение если у пользователей есть имя приветствуйте приветствуйте его по имени в противном случае сможете гость в качестве имени присмотреть они здесь также используют тернарный оператор давайте разберем что конкретно тут произошло они создали массив где находятся данные в объекте а вот что значит динамически то есть когда мы получаем объект с данными мы его должны обработать и ваша они имеют виду динамически понятным так дальше мы создаем функцию юзер перемену name field field наверно приравниваем значение юзерный а то есть они здесь ставит условие смотрите юзерный если есть в объекте секунду раз как юзерный детстве есть в объекте имя юзер на им да то есть в нашем случае константы юзер на им тогда мы выводим именно это название если же нет тогда выводим гость птн как только я начинаю писать они меня слышат и сразу бегут ко мне планы продолжим так верхнюю уровень шаблонной строки верхний уровень давайте так добро пожаловать но это понятно ваш айди какой-то айди вот это получается приветствия еще раз грит крейтинг интересно каким образом они при используют функцию раньше чем она была объявлена такой вижу на похожую функцию так тоже можно использовать и знал так а тут мы передаем внутренний уровень шаблонной строки при этом как твои дела полетно тяжеловато мы ну давайте будем писать и изучать так мы делаем вот так это мы комментируем и я конечно понимаю что мне кажется очень тяжелыми но довольно тяжелыми там через месяц я их буду щелкать как семечки но изучаешь новую информацию который не очень хорошо понимаешь то глава немножко бог бог нет константы юзер и дай мне туда максим внутри объекта айди двоеточие 1 запятая 3 2 здесь должно быть пусто будет здесь будет она это мы сделали первая функция функция мы умеем создавать так она называется great грейтинг и указываем юзерс здесь параметр юзерс здесь нам необходимо указать новую переменную и здесь нам необходимо задать тернарный оператор если у объекта юзер есть на им тогда то есть мы прям читаем по-русски если у объекта юзер на им а юзер объект юзер есть на им тогда не основной есть выводим юзер на им в противном случае мы его возим гость это в принципе не трудно это мы все знаем это все понятно а вот верхний уровень шаблонной строки для меня пока что непонятен вот сейчас скажу давайте будем разбираться так и кость а это самое книги происходит понятно делаем питер здесь нам необходимо указать шаблонные строки добро пожаловать то есть мы передаем вот эту часть ваш идти здесь передаем юзер айди то есть мы повторно обращаемся к объекту и узнаем есть ли у него идей конечно каким образом связь работает к примеру если здесь он задает name field на это узнает имя а объект он же может разный выбрать или я немножко не понимаю юзер иди а мы же айди значит первым идет а потом на им идет сейчас будем разбираться как правильно считается . приветствие это это я это скопировать и не напишу так это функция закрывается создаем вторую функцию называется вот так так вот это мы убираем и передаем параметры вот мы используем return привет мы принципе с так разобраться здесь ничего сложного нету но надо вот такие задачи побольше по чтобы разбирать я сейчас это даже запишу в комментарии дать себе в комментарии в блокнот для того чтобы без видео поработать с ними для того чтобы набить руку потому что вот один раз я прошел я его забуду через час а если я пройду там 10-20 заданий таких же одинаковых тогда моя механическая память будет работать предположим так как твои дела как твои дела и здесь нам необходимо вызвать подожди подожди юзер с юзер 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 я первый раз вот такую вызываю учесть на то есть он обращается объекту users далее через точку запускает русская цифра и здесь создает новый новый перемен на юзер консоль холок здесь вызывает функцию указывает юзер тяжело честно скажу пока что тяжело вызываем и смотрим что у нас получилось добро пожаловать она ваш иди какое-то приветствуем приветствие привет анна как твои дела у нас как бы джон джон есть тоже я немножко не понимаю как как он это вообще добро пожаловать анна если мы вызовем еще раз опять анна давайте быстрее пробежимся у нас есть такой идентификатор один два три хорошо сюда помещаем информацию юзер ней а подождите нет все правильно можно передать информацию юзер ней где эта функция вызывается она вызывается в конце юзер и вот это называется обращается к юзер давай-ка мы спросим подскажи почему вызывается вызывается только ирина в его случае ирина в моем случае анна все пользователи из массива юзер ангел и иногда пользователи без полины свой значение по умолчанию гостью так значит я где-то сигнал давайте посмотрим вот мой год и только посмотрим может быть где-то накосячили в том что вы как вы структуры структурировали массив юзерс у вас у вас секунду тихо 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 у вас все свойства объект находятся на одном объекте и свойства с одинаковым именем id и name перезаписывают друг друга ваш массив должен содержать отдельные объекты для каждого пользователя а вот оно в чем дело ну-ка еще раз вернемся сюда но да а я в один поместился поэтому он у меня некрасиво инвесовал его помните я самом начале удивился почему так дубль дубль два три здесь делаем пусто здесь делаем она все-таки машина умнее чем человек пока что пока что да да верно а а вы посмотрел так хорошо восьмое задание на что сделано переходим к девятому заданию так уже 15 минут идет а я хотел в 20-25 уложиться ну ладно дальше работа в данной используя объект date попадаете кущую дату формате сегодня какое-то число ну это я без чат-бота сделал примерно я уже понимаю как это работает так так сначала мы создадим переменную это просто и передаем ему параметр дату в радио вот так прописывается наверное объект объект быть текущую дату формате сегодня какой-то день объект или дает считается объектом ну давайте мы откроем интернет и посмотрим на то время да объект 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 и она как нею дата нам нужно написать как дата сохранить теперь давай попробуем вызвать да дата и посмотреть что он выведет в консоли а вывел он в консоли вообще ошибку вывел да ты извиняюсь главное здесь дает написал вот все зелено посветилось все нормально верно ошибка выдают даты не найдено уже начинает торопиться зачем непонятно год месяц день и время так у нас сейчас получается такая информация но нам ее надо как-то разбить потому что это задание написано день неделя число месяц год день число месяц год надо посмотреть еще раз так открываем так так гир хаус баллы просто банки вы напочите как пробел все смотрите можно тогда сделать но это некрасиво параметры день месяц а если я укажу вот так просто интерес . он объектом это укажем дать просто если я был прав тогда так я не прав я не прав давайте попробуем вот вот раздавить не елка-то к еще раз ведь он не рекомендует просто написать вот так вас интересно если мы делаем вот так сразу если вот так и здесь попробуем вызвать сыграть посмотрим просил он его просто разбивает но мне надо вызвать им на сегодняшнюю дату но при этом так мы у ботокс прайсом информацию следующего характера нет не вижу и не про объект таким образом выдавать отдельно как нас по заданию день недели число месяц год раз как вы заметят я знаю а конкретно как подробно и чтобы это вставить все в конкретина нет не конкретинация шаблоны строки я пока не знаю вот вот это вот мне нужно где-то и где-то присмотреть вот это не надо было так вот это вот мне и нужно было сейчас перемещу чтобы я его сам виду как мы передали информацию цена в консоли мы можем вывести следующим по заданию нам нужно вывести значит мы делаем вот так и вовремя день недель делаем так потом доллар день неделя а где неделя в нашем случае это секунд секунду да get day должен быть ошибочка . вот get day как много скобок давай вызвать посмотреть что у нас получится сегодня 10 правильно работает и теперь давайте все это красиво нарисуем а вопрос а зачем нам использовать вот эту часть с мы можем просто удалился сегодня 10 отлично давайте так и делаем есть она просто кавычки но скобки указали сегодня и . а . и слов также делаем так так обращаемся так 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 подожди день недели день недели же поделек торник я понимаю я там я немножко ошибся где-то ты нужно вызвать сюда нет дэй вот так один неделя здесь уже надо использовать get поэтому вызываем и проверяем сегодня второй день недели 10 число запятая потом месяц месяц в нашем случае это дед мол дедмов он не знаю как правильно отвлекаете людям запятая здесь указываем дай а нам надо вызвать и 2 проверим что у нас вообще получилось вы не второй день недели десятое число 10 секунд идет муж я ошибся что дыр а все понял вот в этом я забыл вызвать так давай еще раз сегодня второй день недели 10 что девятый месяц 2023 год отлично это самое маленькое задание 2 на засели было так и наш последнее задание так это у нас получается задание 9 да 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 и ведь сохраняем задание 10 здесь нам необходимо сделать следующем данные две переменные прайс цена товара и такс рейд ставка налога в процентах использовать шаблонные строки выведите итоговую цены товара с учетом налога опыт это будет интересно в принципе давайте мы делаем вот так и сделаем мы не можем сделать тогда делаем вот так вот здесь и пишем для начала мы создаем две переменные первая переменная называется прайс ну и пусть это будет там это рублей вторая переменная у нас будет такс рейд и будет нас отлично так вот и закомментируем иначе вас не работает теперь может шаблонные строки вывести итоговую цену церкви ну давайте сразу в консоли вводить нам необходимо умножаем на окс рейд и делим на 100 вроде так узнается давайте проверим если я не забыл на я зачем нам здесь шаблонный строки если мы можем обычным переменным везет давай тогда сделаем вот так раз шаблон строки пусть шаблон строки будут сохраняем и проверяем еще раз error error price не найден то есть он выявил но не посчитал ок а нам так не надо тогда давай кого сделаем лишь то вот это мы сюда выводим потом сюда выводим дальше вот этот копируем туда как сохранить теперь давайте еще раз почитаем 55 55 ну-ка 500 умножаем на 15 процентов ненку всегда был такой то есть 500 умножаем на 15 делим на 100 тогда мы получаем процент 75 теперь 75 умножаем на 2 это у нас будет 30 процентов умножаем на 2 и 60 процентов ну да она так получается принципе то есть мы вывели верно давай теперь проверим начало мы которым это начат и почта или задание я понял делал и нам надо наш код давайте посмотрим вот но он работает вот она как но в принципе тоже можно давайте делаем правильнее все таки давайте делаем весьма и продаем создаем теперь примерно резал назовем я и делаем 500 зеленые на 15 надо им на стол то есть мы получили конечный результат а здесь нам необходимо написать так а здесь на то он быть резал это мы выводим и у нас в итоге ничего не поменялось почему 3 300 подожди 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 500 а вот так вот но все в человеку стал все хотели что хотите на товары с учетом налога подожди налог за добавляется нам ну-ка еще раз задание давай прочитаем данные т.д. и свой салон строки вы видите итоговые цены товара с учетом налога то есть нам надо еще плюс ну в лесах рисануть нам и сделаем вот так вот так и и плюс 500 пока мы не 500 делаем а прайс а не так вот тогда мы сейчас вы получим то с ним спец все я подгоняюсь рабочего дня глава уже не работает так что блин мне рисовать надо им опять конец дня да что с такой-то как у меня виде так проходит я не понимаю вроде фигню делаешь а все время улетает так ну что ж это задание за комментируем мы его сделали за этим все в порядке на этом все второе видео но это уже будет второе видео она окончена также ребят если вам понравилось видео понравилось как я разбираю учусь сам вы сам учусь как говорится практически без поддержки чат-бота подписывайтесь на мой youtube канал будет интересно всего хорошего пока пока увидимся в следующем видео она будет либо тут либо тут заходите будет интересно пока пока а